Если бы это был горячий отжим, это было бы невозможно держать в руках. Температура выхода масла получается меньше 40 градусов. В этом домашнем мини-цехе кипит работа и днём, и ночью. Для семейного дела супругам Маркеловым пришлось пожертвовать собственной комнатой. Перед тем, как заняться производством масла, изучили кучу литературы. Пришлось вспомнить химию. Даже обращались к научным статьям. Нужный пресс для холодного отжима купили в Германии. Масло получилось живым. Без нагрева на выходе 100% натуральный продукт. Мы на самом деле хотели сделать продукт, который бы просто был здоровый и полезный. Но мы не знали, что он будет практически лекарством. То есть, например, тот же рыжик в Германии фасуют в бутылки аптечные и продают в аптеках как лекарство. По сути, рыжик посевной является лекарством, потому что он полезнее даже к кедра. А кедр – это эталон. Сейчас производят более шести сортов масла. Льняное, тыквенное, кунжутное, подсолнечное, горчичное, рыжиковое и амарантовое. К примеру, семена кунжута заказывают в Индии. Тыквы из Австрии. А семечки льна закупают в Алтайском крае. Масленичные культуры, горчицу и рыжик выращивают самостоятельно на местных полях. В этом году начинающие фермеры посеяли более 20 гектаров. Проблема, говорят, с техникой. Приобрести самим не под силу. Приходится нанимать у аграриев. Есть и положительные моменты. В этом году супруга научилась водить комбайн. Так что на следующий сезон привлекать водителя сельхозтехники не потребуется. Масло делают в основном для себя. Объёмы пока небольшие. Процесс производства масла безотходный. Жмых после пресс машины перемалывают. И получается вот такая вот полезная мука. Муку фермеры начали производить совсем недавно. Здесь её не дробят в пыль, а перемалывают жерновами. Получается готовый белково-минеральный комплекс, который очень ценится как диетическая добавка. Это природное мыло – ещё один полезный продукт, который делают предприимчивые фермеры из собственного масла. Эксклюзивность его в том, что его не варят. Это сделано из нашего дорогого масла рыжикового, которое мы давим со своей семечки. Делаю мыло, к нему добавляю. Есть просто рыжиковое, есть мыло с травками. Это вот сама собирает из челесник и ромашку. Со своей продукцией супруги участвовали на выставках и ярмарках. На празднике День урожая в Красноярске льняное масло получило высокую оценку дегустационной комиссии и медаль за отличные вкусовые качества. Увеличивать производство фермеры не торопятся, говорят, пока и этого достаточно. Речь о промышленных объёмах не идёт. По возможности планируют выращивать всё сырьё для своих живых продуктов самостоятельно. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Ненесей. Новости.